Девушки отдыхают Ну, уберите ее Пусть ищет в другом месте Что у меня осталось Я потеряла все, сжайтесь надо мной Нет, это мой Ну, ладно, ладно, хватит орать Свои крики не помогут Надо возвращать свои долги Будьте вы прокляты И больше не появляйся здесь Убирайся прочь Господь Бог обязательно вас покарает Ну, хватит, хватит, все Уберите эту падаль с глаз моих Вы гоните меня Прекрати свои вопли и убирайся Он знает Бог Что я И захвати свою клюху Я отсюда не уйду Буду сидеть До страшного суда у этой стены И проклинаю вас Пусть вас тоже изгонят Из ваших домов Я никуда отсюда не уйду Буду сидеть здесь и рассказывать К каждому проходящему мимо Какие вы ж звери Возьми свой хлам Это нам не нужно Проклятые кровопийцы Чтобы все вы оказались в аду Вы не пожалели старую женщину Бог вас жестоко накажет за это Прикуси язык свой Кто теперь позаботится обо мне Я осталась совсем одна Кто бы меня утешил Никого Ни сыновей, ни мужа За что мне такие страдания Что мне теперь делать Куда идти У тебя горе Да, мой господин Видите, вон тот дом Мой муж отдал его в залог А сам внезапно умер Мы не успели полностью выплатить долг Поэтому сегодня меня выбросили на улицу Что ты будешь делать? Не знаю Останусь сидеть здесь Пока не умру У тебя нет родных, к которым можно пойти? Мой муж умер Мои сыновья тоже Все мертвы Я дам тебе немного денег Поищи себе в деревне угол для ночлега Спасибо Не надо Не надо Я буду сидеть здесь, пока не умру Без еды и питья все равно не обойдешься Бери Вы добрый господин Люди перестали любить друг друга на этой земле Отчего это произошло? И если все так поддались к ростолюбию Что будет дальше с нами? Все изменится? Нет Никогда Бог Иакова не допустит, чтобы это продолжалось Он не допустит, чтобы народ оставался в таком положении Когда угнетают бедных и обижают убогих Если так То ему надо поторопиться, Богу Иакова Пока мы еще все не умерли Все будет так Как я говорю О, Боже Как можешь ты дальше терпеть, глядя на человеческие поступки? Мы отдали себя кумирам, алчности и эгоизму В твоей святыне золотой телец Словно там языческий храм Словно Моисей не разбивал его Словно мы никогда не слышали слов твоих Я знаю Что должен стать твоим глазом И пророчествовать этому народу Неприятель придет с мечом И опустошит нашу землю А наших людей превратит в рабов Разрушит наши святыни И осквернит наши храмы Ты щедро одарил меня, Господь И благодарность я принес тебе обильные жертвы Молю тебя, Господь Пошли мне здоровья Благослови Все мои будущие начинания Сохрани мой дом И защити меня Я буду приносить тебе обильные жертвы Мой Бог, я клятвенно тебе обещаю Что я всей душой, сердцем своим Буду поклоняться тебе До скончания веков Будь благословен, Господь Неприятель придет с мечом И опустошит нашу землю А наших людей превратит в рабов Разрушит все наши святыни И осквернит все наши храмы Вот один из тех, кто грабежом собирает сокровища Богачи, которые без зазрения совести Притесняют и унижают бедных Думают об одном Когда наконец кончится новолуние Когда наконец закончится суббота Чтобы мы могли приступить к своим делам Мы откроем свои амбары И будем продавать зерно А меры для зерна мы уменьшим А гири, которыми взвешивают деньги Сделаем тяжелее И коромыслу весов портят Их надо бросить за решетку Пусть поголодают Я с ним согласен Выгнать из города Кто много имеет, хочет иметь больше Все богачи одинаковы Вот он стоит Где? Мужчина! В богатых одеждах Только вчера он выгнал из дома Бедную вдову Он знал, что у нее не осталось ни родных Даже близких Только это не тронуло его сердце Пропустите! Прочь! Прочь дороге! Да, постой! Не пускайте! Расскажи нам, как живет вдова Расскажи! Может, это кто другой выгнал ее из родного дома? Или все-таки ты? А сегодня ты приходишь в храм И приносишь своему богу жертвы Из того, что ты украл у бедных Это ли не верх бесстыдства и лицемерия? И ты думаешь, что твой бог их примет? Хотя все может быть Потому что ни видеть, ни слышать Он не может, ваш идол! Ты богохульствуешь! Я всегда и во всем соблюдал законы! Да ты еще и гордишься своими делами И лицемерно полагаешь себя благочестивым Слушайте, мужи Израиля Слово, которое изрек для вас Бог Я взыщу с вас строго За все беззакония, учиненные вами Ваши праздники станут днями скорби А песни, которые вы всегда поете в эти дни Станут плачем и стоном И вас ждет страшный конец Без утешения и без надежды Высокочтимый учитель Мир твоему сердцу И твоему тоже, мой сын Итак? Позволь сказать тебе Что меня оскорбили Когда я молился здесь, в храме В нашей святой обители Оскорбили? Во дворе храма Проповедник Он вам еще не представился? Что он сказал? Сказал, что он пророк Но при этом богохульствует Что за пророк? Предсказывает беды Запугивает людей Карой божьей А меня он без причины выставил на смех при всех А я ведь почитаю закон, ты знаешь И соблюдаю его в своих делах Я пришел сюда, чтобы принести Господу богатую жертву За благословение Мы внимательно проверяем всех людей Приходящих в наш храм на молитву Я возьму это дело в свои руки И позабочусь о том, чтобы твой обидчик замолчал На вашем месте, высокочтимый Я бы его велел немедленно схватить И сразу сообщил бы царю Вполне вероятно, что после его проповеди Могут начаться народные волнения Он богохульник Оставь это мне решать Он вмешивается в царские дела А, да Я разберусь и с этим Спасибо за твое сообщение С богатями надо быть особенно осторожными Они думают, что у нас нет другой заботы Кроме усмирения народа В то время, как они будут набивать свои карманы Напрасно Яков Пойдем послушаем, что этот глупец проповедует Сказал Господь дому Израилеву Взыщите меня И будете живы Не ищите Вифиль И не ходите в Галгал Ибо Галгал Пойдет в плен А Вифиль скоро обратится в ничто Может вызвать охрану Пусть приведут его к нам Нет Я все о нем знаю Он простой пастух из Иудеи Зовут его Амос Он везде говорит то же самое Тогда ему нечего делать у нас Вот если бы израильтянин говорил такие речи Я бы немедленно приказал схватить его Но иностранца, как он Я просто вышлю на его родину Идем Напишем царю письмо Про речи, которые говорил Амос в нашем храме Ибо я знаю Как велики ваши преступления Для вас не существует ничего святого За ваше жестокосердие к праведникам Из разврат Господь сотрет вас Навечно с лица земли Навечно Его величеству Иераваму Царю израильскому Атамасия Священника Вифильского Иудей Амос Который выдает себя за пророка Предсказывает Гибель Израиля И страшные бедствия Я повторяю То, что он говорил Иеравам Умрет от меча А весь израильский народ Будет уведен в чужую страну Написал? Да, отец мой Хорошо Хорошо Теперь его быстро отошли к царю А я Займусь тем временем Иудейским пастухом Амосом Всерьез Гневные очи Господа Бога Смотрят на грешное царство Я истреблю его с лица земли Приведи его И только рот Иакова Не до конца истреблю Говорит Господь Ты есть Амос? Да, это я Ты занимаешься пророчеством Я повереваю тебе Возвращайся домой В Иудею Может, там твои пророчества И любят слушать народ И может, даже дарят подарки Но у нас в Эфилии Тебе нечего делать Я запрещаю тебе здесь проповедовать Разве в храме Божьем нельзя проповедовать Слово Божье? Ты мне запрещаешь? Это есть храм нашего царства Царь основал и построил его Ну, тогда это дом царя, а не Бога Возвращайся домой И пророчествуй Сколько влезет Морочь там головы людям Своими глупыми речами Но я не пророк Я просто свободный человек Пасу скот на своей родине Иудея Ну и ступай к своему скоту Зачем ты здесь? Ты сам знаешь зачем Потому что у вас здесь люди, забыв о Боге Поклоняются золотому тельцу И ты один виноват, что такое произошло У тебя нет права запрещать мне рассказывать о каре Божьей Лицемер Послушай, слуга Божий Что Господь повелел сказать именно тебе Очень скоро придет война на землю израильскую Беспощадная И однажды тебя настигнет кара Божья Твоя супруга будет обесчищена Твои дети падут от меча А земля Израиля будет разделена Ты умрешь на земле чужаков Так закончит Израиль свое существование Слушайте теперь Что говорит Бог В день, когда горы будут источать виноградный сок И потекут все холмы Я возвращу тогда мой народ из плена и приведу в землю обетованную Так говорит Господь У вас нет милосердия Страдания других не трогают вас Они выгнали меня из собственного дома Послушайте, люди Богатые лишили меня последнего, что было Эй, господин Я знаю у вас Разве вы не помните меня? Вы были так добры ко мне и дали денег на еду Много денег Неужели забыли? Я никогда не забуду вас Ахахахах Когда ты Когда ты сказала о еде Я понял, что проголодался Садитесь и отдохните Да-да На этот камень Да Вот Угощайся Господь нас одарил Ешь Хорошо Хорошо Да Как ни странно Но и мне тоже хорошо Тебя выгнали из дома И меня выгнали из дома Господня Ты ходил в Вифиль? Ну да Посетил дом Господень Ага Иакову во времена наших отцов Открылся свод небесный Я хотел проповедовать Слово Божье Но первосвященник запретил мне Он сказал, что мне там нечего делать Его зовут Амасия Запомни это имя Посмотришь, что с ним будет А что с ним может быть? Станет еще толще Это единственное Господь Якова не допустит, чтобы люди пренебрегали им Он обязательно Встанет на пути У алчных Себелюбивых Самоуверенных людей И они сложат Головы Но Господь всегда с теми, кому уже никто не помогает И когда это произойдет? Мне неизвестно Но знаю, что так будет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok